Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Меня зовут Анна Орел. Сказала Анна Орел. Хотя еще никто не знает, что у нас в студии Анна Орел. Но это нормально. Нормально. Это нормально. Я с удовольствием представляю мою сегодняшнюю гостью. Это действительно Анна Орел. Операционный директор сети салонов маникюра и педикюра. Пальчики. Совершенно верно. А тема нашей сегодняшней программы та самая. Ногтевой сервис в России. Ну и чтобы это не звучало так кондово, мы традиционно нашли некую лирическую составляющую этой темы, процитировав классика. Вообще надо цитировать классика. Согласись, Аня? Абсолютно. Без них никуда. Без них никуда, да. Так вот цитата как раз очевидная была. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Да, Аня? Это правильно? Да. Это правильно. Хорошо. Сейчас, секундочку, ты рвешься в бой. Меня это очень радует. Но, тем не менее, я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям. У них есть возможность присоединиться к нашей беседе, задать вопросы сегодняшней гости. Можно сделать это по телефону в студии. 65 10 99 6, код Москвы 495. Еще раз, 65 10 99 6, код Москвы 495. Либо свой вопрос обыгрывать на сайте finam.fm. Я прочту его. Кстати, уже есть вопросы, Аня. Это тема, видимо, многих, многих, да, и очень многих интересует. Я прочту его в эфире, и Аня, я надеюсь, с удовольствием на него ответит. Ну что ж, давай разговаривать. Да, давайте. Давай два слова о тебе. Непосредственно, как ты оказалась вообще в этой сфере? Хотя девочке такой вопрос задавать как-то даже. Но, тем не менее, я занимаюсь в этой сфере профессиональным бизнесом. Я строю сеть. И строю ее практически с самого начала, уже пятый год. Делаю это с удовольствием, с большой любовью, с душой. Ну это, кстати, да, это заметно, потому... Какое название ты дала своему предприятию? С любовью, с душой, пальчики, пальчики. Ну, название придумали, на самом деле, наши чудесные акционеры. Вот, а у меня уже была такая, как бы, немножко другая роль. Именно построение сети. И как корабль назвали, так он и поплыл, собственно. Это чудесное название в самом начале вызывало хорошие эмоции положительные, улыбки, смех. Ну а сегодня я могу сказать, что это действительно уже популярный бренд. И тот путь, который мы прошли вместе с ним, на сегодняшний момент, говорит о том, что тема, безусловно, интересная, востребованная. И большой любовь у девушек и у мужчин вызывает. Вот об этом мы и начнем более детально разговаривать. Это действительно, ну, бренд, дай бог, он уже популярный, известный. И, соответственно, это отражается на твоих операционных показателях. Случайно ты операционный директор. А, давай поговорим в целом о том, действительно, насколько это востребовано. Ну, сначала давай для россиян. Ну, если позволите, я немножко буду возвращаться к тому, с чего это начиналось и к чему это пришло. Когда мы начинали, культура регулярного ухода за собой, это наша миссия, она была... Так, так, вот это хорошо. Мне очень нравятся глобальные идеи, когда мы уходим от каких-то точечных вариантов. Наша миссия – это культура... Регулярного ухода за собой. Браво, я сейчас запишу, ты продолжай пока. И когда мы начинали, этот термин, эта философия вызывала улыбки, вызывала некое недоверие. Что такое ногти, что такое руки и что такое уход за ними. Так вот, на сегодняшний момент... То есть это все были глупости, да, у людей того времени, прошлого века, да? Или нет, это чуть раньше уже, уже в этом веке. Это глупости. И нам пришлось доказывать где-то, где-то обучать, где-то объяснять и нести нашу философию. И на сегодняшний момент люди очень любят и общий мировой тренд, что ногти на сегодня – это как отдельный дизайн. То есть это как приложение к образу девушки, это как сумочка, клатч. И даже на неделях высокой моды в этом году ногтям придается очень большое значение. В цветовой палитре, в длине, в форме, ну и всяким разным фишечкам. Здорово. Фишечек много, кстати? Много. И вы знаете, меня радует, что изначально, когда, опять же, строился наш бизнес, мы говорили о том, что мы их за натуральность и красоту здоровых ногтей. Во, не каждая фишечка под натуральность попадает. Да-да-да. Я иногда, извиняюсь, перебью, я иногда посматриваю на представительницы противоположного пола. Ну и в частности рассматриваю их руки. Иногда такое увидишь просто. Мама родная это называется. Как жить с такими ногтями? Я все время хочу задать такой даме вопрос. Как же вы живете? Элементарные вещи-то какие-то вы исполняете. Беда. Но, опять же, общий тренд. И слава богу, я очень рада. Все-таки люди любят сейчас натуральные ногти. Практически перестали использовать так называемые вот эти вот искусственные... Накладные, да? Да, нарощенные, накладные. Безусловно, не без нашего участия. Извини, пожалуйста, а можно говорить, поскольку я еще раз произнесу эту глобальную идею, миссию, культура, регулярного хода за собой, слово культура в данном контексте, можно ли говорить о том, что вот эта история с накладными, с нарощенными, так называемая, это некая уже моветон. Да, абсолютно. Абсолютно. Причем это прослеживается не только у нас, но и как бы в Европе, и в Азии, и везде-везде. То есть популярны лечебные восстановительные процедуры, популярны долгосрочные гель-лаки, которые по стойкости и носкости позволяют дамам достаточно долго с ним проходить. И при этом абсолютно сегодняшняя тенденция, что перестала иметь значение длина. Более того, перестали люди носить длинные ногти. То есть сегодня большинство наших гостей говорят о том, что мне покороче, различные варианты форм существуют. Ну не под корень же, ладно, мальчика под корень. Да, но тем не менее, яркое покрытие. Вот это тренд. А знаменитый френч, извини, уж я тоже койкие познания тут. Ну супер. Куда же без френча. Френч любят, но френч в классическом понимании этого слова, он на сегодняшний момент видоизменен. В каком смысле? Ну что такое френч, давай, для наших слушателей? Кто не в тренде? Френч это когда по кромке ноготка есть так называемая, если профессионально на терминологии говорить, улыбка, выкрашенная в ярко-белый цвет. И ощущение, что ногти визуально удлиняются, и при этом имеют такое неброское, неяркое покрытие. Ну я бы, знаешь, опять, я не профессионал, конечно, я всегда это таким термином сопровождаю, это выглядит стильно. Стильно. Можно так сказать. Да. Стильно, спокойно, потому что, например, большинство служащих банков, офисных служащих, у них есть некий дресс-код, и как раз френч это спасение. Потому что яркие ногти, это не всегда уместно и допустимо. Так, давай. Вот, и тем не менее, что френч достаточно долго и давно популярен и остается популярным, при этом видоизменилась так называемая вот эта линия белой улыбки по краешку ногтика. Сегодня это вариации на тему цвета. Это может быть красный, это может быть серебристый, золотой, желтый, абсолютно любой. Это может быть так называемое лунное покрытие. Тот же френч, только красится лунка ногтя. Вот это вот белое. То есть противоположное от края ногтя, да? С той стороны красится. Да, да. Вот, и мы все с радостью наблюдаем различные, так сказать, дизайны френча. Вот, и это вызывает тоже определенную... Но это вообще такой творческий подход? Это поиск или есть все-таки стандарты какие-то для того же френча? Мы говорим, конечно, есть два стандарта. Стандарт верхний край и стандарт внутренний. Внутренний, да. Все, что касается игры цвета, это как настроение любой нашей гости. То есть она пришла в определенной одежде, с определенной целью, и она выбирает для себя именно цветовое решение своего маникюра. Ну, то есть правильно я говорю, это все равно, что в тон одежды, да? То есть я ногти хочу, чтобы вы мне покрыли лаком цвета сегодняшних вечерних. Туфели, сумочки, платья, нет, не совсем... Не соглашусь, не соглашусь. Опять же, когда-то это было действительно так, помада, лак, сумочка там... Опять это очень кондово как-то выглядит. Сегодня это абсолютно, допустим, этим летом были интересны цвета. У меня, может быть, одна помада, при этом совершенно синий-желтый лак. И чем ярче... Я больше того хочу сказать. Синий-желтый-то это ладно, но при этом на одной руке пальчики разного цвета, да? Один желтый, другой синий. Да. Юмор по этому поводу, да, звучит, что не хватило одного лака, значит, я вынуждена была другим. Но это так задумано. Абсолютно. Вы настолько подкованы, вы настолько в тренде, если честно. Ну, я иногда просто еще раз говорю, смотрю на девушек, как они выглядят. Это бомба абсолютно этого лета. Мы ее, так как все-таки мы сеть, стандартизировали, ввели определенный подбор цвета. То есть не каждый с каждым сочетается, да? Желтый, синий, это стандартно. Да, да. Очень любили, опять же, летние цвета, мятный, опять же, желтый, голубой. И еще существует такая внутренняя легенда о том, что это по фуншую. И что если одна рука... Подожди, внутренняя легенда, это легенда вашего салона непосредственно? В нашего салона, но это я уже слышу и не в нашем салоне. Верезно? Да. То есть сегодня это называется по фуншую. Безымянный палец – это мужчина, средний – это женщина. Так, я смотрю на свои сейчас, пытаюсь определить. Так, безымянный. Вот это я, средний – это же так. И вот если, так сказать, я свободная женщина, к примеру, то я могу выкрасить только один палец, свободный. Мужчину только. Да. А если у меня все хорошо с парой, то я могу накрасить разными цветами и тот, и другой, и это символизирует пару. Вот такая вот легенда этим летом была очень популярна и очень востребована. Это круто, это круто. Нет, вообще, мне кажется, да, чем бы мы ни занимались, но поиск некой глобальной идеи, в частности, идеи, связанной с фуншую, она никогда не помешает. Да. Я больше считал, что приносит некий романтизм, как говорили классики. Мы сейчас слушаем с тобой новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у меня в гостях очаровательная Анна Орел, операционный директор сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики». Мы говорим о ноктевом сервисе. Мы вспомнили классика. Его невозможно не вспомнить в принципе. Ну и тем более в этой связи, быть можно, дельным человеком и думать о красе ногтей. Вот о красе ногтей мы и говорим сегодня с Анной. Она рассказывала нам о неких мировых, ну и, соответственно, местных тенденциях. Продолжай, пожалуйста. Насколько я помню, мы остановились, прошли тему Френча. Я рассказала о разноцветных покрытиях на некоторых пальчиках. Связала эти с фэншуем. А, да, абсолютно. С некой легендой. И могу немного рассказать, если это интересно нашим телеслушателям, радиослушателям, на тему осенних и зимних предстоящих новогодних тенденций. Вот, кстати, да. Осенняя тенденция была такова, что выбирались более спокойные, нейтральные, коричневые, бордовые цвета. И от более темного переходили мы к более светлому. И на пяти пальчиках могли быть разные цвета лаков. Ну, тем не менее, одного оттенка, да? Одного оттенка, да. Так называемый маникюр стиль амбре. Амбре. Ну, так как мы уже в зиме и готовимся к Новому году, то у нас будут такие интересные очень фишечки предновогодние, когда, возможно, на любом цвете покрытия выбрать, например, и сделать змейку посредством возможности лаков. Это тоже фэншу или это символ следующего года? Это символ следующего года. Некоторые даже шутят, что наступает женский год, год змеи. Я с этим не согласна. Но, тем не менее. У нас каждый год такой, да? Да, да, да. Но, тем не менее, мы придумали такую, я думаю, приятность нашим гостям многочисленным. Кстати, а в связи с тем, что грядет, ну, бог с ним, Новый год, это здорово, наступает зима, или наступила, точнее, зима, то есть вот этот оттенок амбре, он как-то меняется, ну, с коричневого, да, что логично предположить, это цвета осени, да, желтый, коричневый. Ну, красный. Ну, на сегодняшний момент действительно поступили новые коллекции лаков, и они такие все-таки праздничные, несмотря на то, что зима. Вот, они золотистые, вагряные, красные, но это вообще классика, которую никто до сих пор не перебил, не отменял. Вот, это сиреневые цвета, но все-таки более такие холодные и темные все-таки, в сравнении с летней палитрой. Вот, и также интересная тенденция на тему, опять же, регулярности культуры, с чего мы с вами сегодня начали, то, что сезонность, как таковая, в нашем бизнесе, в этом бизнесе, в индустрии, она нивелируется с каждым годом. Если раньше количество наших гостей делали исключительно маникюр, ну, потому что руки на виду, а ножки у нас уже в сапогах, вот, то эта тема ушла, и все чаще и чаще наши гости делают комплекс, так называемый, когда одновременно два мастера делают маникюр и педикюр. Великолепно. Это экономит время. И деньги. Абсолютно. Ну, я предположу, что эта услуга стала, ну, как минимум, педикюр востребованной зимой, когда пальчиков-то не видно. Именно потому, что вы нашли некую... Да, некую формулу успеха. Ага, ага. Вот. И еще из наших тенденций и мировых, самое ценное, конечно, сегодня это время. И вот этот ресурс временной, я еще раз повторюсь, мы сэкономили нашим гостям. Они могут попить чай кофе, они могут сделать одновременно в одном удобном кресле. Извини, пожалуйста, я сейчас сложно представляю. Картина так меня, в принципе, будоражит, когда, да, вот я наблюдаю, сидит гостья, да, ваша клиентка, и ей делают сразу и ручки, и ножки, а как кофе-то она пить будет в этот момент? Есть некий специальный сотрудник? Пока у нас не четыре мастера делают, соответственно, пока делается одна рука, у нее свободно правая. Ну, слава богу. Вот так это происходит в реалиях наших будней. И вот, опять же, возвращаясь к ресурсу временному, самое ценное и уникальное предложение в том, что за час с двумя мастерами одновременно можно попить чай кофе, можно пообщаться с подружкой, и можно посмотреть любимый фильм. Молодцы, молодцы. Ну, у вас, наверное, просто очередь стоит из желающих. Это нормально, это нормально. Аня, вопрос, я надеюсь, ожидаемый тобой, ну, и мне самому это очень интересно. Понятно, что мы о девочках говорим, красота для них это страшная сила, это оружие. Тем не менее, известно, что и мужская половина человечества так же послеживает, посматривает на себя, иногда в зеркало, ну, как минимум по утрам. Вот, и кто-то из них, соответственно, позволяет себе и уход за ногтями, что, впрочем, неплохо. Вот мне хотелось бы на эту тему с тобой поговорить. Ну, во-первых, насколько распространена эта услуга среди мужского населения, это А. А. Б. Регулярно, насколько регулярно, как часто, ну, надо, наверное, да, рекомендации хотелось бы услышать от тебя прежде всего. Как часто хотелось бы, да, чтобы мужчина посещал салон для этих. Ну, и вот в связи с этим, да, более глобальная такая история, ты любишь глобальные истории. Такое понятие метросексуализм, как не ужасно звучит, но подразумевает под собой, тем не менее, вполне, как бы, нормальные вещи, да. Насколько он распространен сейчас? Замечательное поварок событий, замечательная тема, и если ее продолжить, я могу сказать, что 2012 год глобально для нас был годом мужчин. Для нас для кого? Для сети салонов? Да, да, да. Я расскажу, в чем заключалась основная мысль и посыл, и к чему это привело. Процент мужчин, которые действительно регулярно делают маникюр, а уж... То есть регулярно не по случаю какому-то, да? Да, да. Ну, просто как бы там ежемесячно. То есть это нормально. Вот это как раз регулярный уход за собой, да, то, что вот часть твоей миссии, да. Изначально он был низок, процент, я имею в виду, мужчин, которые уделяли этому внимание. Во всех практически салонах Москвы, ближайших там регионов и так далее, цена на маникюр и педикюр для женщин и мужчин разная. Когда мы думали, что мы будем делать в этом году, мы сказали, ребята, а почему цена разная? Давайте глобально сделаем 2012 год годы мужчин. И слава богу, все нас поддержали. Нет, 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 сразу забавно. Смотри, цена разная, но я предположу, что для мужчин дешевле, чем для женщин. Абсолютно неправильно. Наоборот? Наоборот. И когда я пыталась понять... А в чем логика тогда? Да, в чем логика? Мужчина не идет по какой-то иной причине, да, в салон красоты. Потом он приходит туда, его там затащили. Ну, посмотрел на ценник, сказал, до свидос. Да. И я тем более не пойду. Разбираясь в истоках, это несправедливость. Это просто какая-то ужасная несправедливость. Я узнала о том, что мужчины очень легко расстаются с деньгами, которые они тратят на себя. Ну, определенный класс мужчин, это первое. Второе, мужская нога, размер ноги больше зачастую, чем размер женской ноги. И вот эту логику мне долго пытались объяснить, честно-честно. Неожиданные сейчас какие-то антропометрические наблюдения ты предлагаешь. И вот поэтому работа мастера... Не, ну а при чем здесь нога-то там... Представляете? В общем, когда все мы это услышали, мы сказали, нет разному подходу, и теперь цена на маникюр и педикюр мужчин и женщин одинаково. Радует меня большое количество... Я так добавлю, торжествует справедливость. Абсолютно, абсолютно. Дальше продолжай. Радует меня то количество мужчин, которые к нам приходят. Зачастую они приходят с супругами, с девушками. Мы их рядышком расслабляем. Которые их тащат на... Да, 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 которые прививают им к культуру уже впоследствии, так как они сами привыкли и любят наши салоны. Вот. И делают мужчины маникюр и педикюр. В некоторых салонах есть отдельные даже комнаты. Но я хочу сказать, что... Темные, темные. Не темные, а отдельные. Да, заводят мужчину, выключают свет. И пока он ничего не понимает, делает ему маникюр и педикюр. Да, да, да. Вот. Но, тем не менее, правда, процент мужчин вырос, значительно вырос. И у нас еще два впереди, там, две такие щекотливые темы. На эту же тему мужской мужчины приходят, как правило, которые ухаживают за собой. Они ухаживают за своим внешним видом и делают маникюр регулярно. Ну, как вот регулярно теперь, вот с точки зрения профессионала? Раз в две недели. Раз в две недели. Раз в две недели, да. А если мы немножко тоже такой экскурс позволите на западную культуру, как там обстоят дела с мужчинами, да, то там совершенно нет... Мужским маникюром, давай так. Мужским маникюром, да. Другая тема немножко. Там нет проблемы, точнее, нет необходимости мужчине подстригать самому ногти. То есть он забегает на пять минут в студии, и ему подстригают ногти. Так называемая подстрижка ногтей. Не маникюр, а нечто большее. Просто как бы придание формы. Странно как-то это звучит. Понимаешь, по улице бежал, бежал, ну, смотрю, ногти длинные забежал, мне подстрелили и побежал дальше. Да, да, да. Ну, у нас глобально все-таки маникюр... Я тебе хочу сказать, вот этот западный тренд, вы его, пожалуйста, не продолжайте. Не надо вот эту, знаешь, походе бежалку. Главное, задача, да, человек за собой следит, он знает прекрасно, что вот сегодня или завтра, в эти выходные я должен сделать то-то, то-то, то-то. И в том числе маникюр. Они не мимо пробегают. Ну, мне так кажется. Ну, да, ну, вы правы. И процент мужчин-мужчин, он высок. Ну, и, конечно же, не могу обойти историю мужчин и, так сказать, метросексуалов, которые... Подожди, я теперь понял, я сначала думал, тут и говорилось, процент мужчин-мужчин. А есть мужчины-метросексуалы. Да. Так, давай. Это щекотливая тема, да, вот то, что ты анонсировала? Ну, да. Две щекотливые темы. Первая. Вот, у нас много мужчин-мужчин настоящих, которые следят за собой. У нас большая группа метросексуалов. Метросексуалов. Вот. И еще есть группа, вот, про щекотливые темы, которые... Ну, понятно, мы эту группу оставили. Там, наверное, несколько другие мотивы, да, другая мотивация. А вот о метросексуализме тема. Ну, я... Давай так, вот, чтобы мы друг друга понимали. В твоем представлении метросексуал, это какой мужчина? Кто такой? Это пограничное состояние мужчины. Ну, то есть, это... То есть, пограничник в каком смысле? То есть, это пограничник просто, да? Да, да. Это мужчина, служащий на границе. Замечательно. Нет, не знаю. Вот нас, надеюсь, не слышат сейчас. Нет, это мужчины, которые уделяют повышенное внимание своей... То есть, некое больше, чем нормальное. Больше, чем нормальное. Хотя тут тоже норма, наверняка, какая-то абстрактная. Абстрактная, для каждого человека своя. Ну, мы, кстати, можем сравнить. Смотри, вот ты дала некую рекомендацию, что обычный мужчина, ну, пусть будет в нашем контексте нормальный, он ходит в салон красоты, да, на маникюр два раза в неделю. Сори. Раз. Раз в две недели, два раза в месяц. А метросексуал это сделает чаще. Ну, да. Насколько? Ну, раз в неделю. Раз в неделю. Да. Ну, не такое уж и на метросексуал. Ну, по большому. А девочка, кстати, как часто ходит? За маникюром. А вот постоянный гость, портрет постоянного гостя, человек, который приходит... Так, ладно, портрет этот долгий, мы слушаем новости на Финам ФМ, а потом расскажем. Продолжаем наш разговор, уважаемые слушатели, на Финам ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем бизнес... Кстати, вот корявое название – «Ноктевой сервис». Это правильно звучит, да? Ну, есть такой термин. Корявенько, да, лучше... А как романтичнее назвать? Романтичнее... Да, вот думай, я пока сделаю анонс. Итак, мы говорим сегодня о «Ноктевом сервисе» в России. У меня в гостях Анна Орел, операционный директор сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики». Напомню, Анна декларировала миссию, да, с которой она сошла на эту грешную землю. Звучит она так – «Культура регулярного ухода за собой». О поводу культуры мы поговорили, уход за собой в данном контексте понятно. О чем идет речь? Вот давай о регулярности, да? Мы как раз, да. На этом, да, как часто девочкам нужно ходить? Значит, постоянная девочка, которая регулярно ухаживает за собой, она приходит в месяц на два маникюра и четыре покрытия. Подожди, маникюр и покрытие – это разные вещи? Разные вещи, да. То есть маникюр – это вот нечто, да, когда там... Когда работают с формой, с кутикулой, так сказать. А покрытие – это просто лаком свежим, да? Да. О, а с педикюром? Ну, учитывая, что ты говоришь, что сейчас комплексно это делает, то есть она параллельно все делает. Параллельно, да. Великолепно, великолепно. В связи с этим вопрос. Наша слушательница Катя. Ну, наверное, в этом тоже нет ничего особенного, но вопросы вот именно тебе адресованы в этой программе, что исключительно от девочек. Может, кто-то, какой-нибудь метросексуал сейчас, может быть, очнется все-таки, тоже задаст вопрос. А пока вопрос от девочек. Катя спрашивает, просит, дайте пару советов по уходу за ногтями. Ну, какие-то общие советы. Катюш, вот самый главный совет, который я тоже использую в своей повседневной жизни, помимо, конечно, похода в салон для комплексной услуги маникюра, педикюра, между процедурами очень хорошо питать и смягчать ногтевую пластину, кутикулу маслицем. Причем абсолютно разные... Ну, это нам уже в домашних условиях делать, да? Да, 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 да. Мимо пробегал, забежал, маслицем помазали, побежал дальше. Нет, знаете, идеальная история даже держать у себя на рабочем столе, в сумочке, маленький бутылечек, очень симпатичный, маслица. Что он делает? Что делает эта маслица? Оно питает, ухаживает за натуральными ногтями, делает их крепкими, не слоящимися, позволяет ногтику расти и позволяет служить долго маникюру. Кстати, вот проблема... Ну, давай немножко, извини, отвлеку уж от вопроса. Проблема с ногтями, она вообще в чем? С ногтями я имею в виду с медицинской точки зрения. Ну, вообще, ногти – это отражение желудочно-кишечного тракта. То есть, если как бы проблемы какие-то там, я не знаю, язвы, гастриты и так далее, и вообще все отражается на ногтях, волосах. То есть, они крошиться начинают, неплохо растут, слоится. Пятнистость появляется некоторая, да, и вот с этим, конечно, нужно в комплексе бороться. Но это уже не в салон красоты, да, это, наверное, к доктору. Это к доктору, да, если глобально. Хотя мы, у нас есть и процедуры лечебные, восстановительные, актуальны для тех, кто снял искусственные ногти, вот так называемые. Я прошу прощения, поправь меня. Я однажды просто интересовался, как делается искусственным вот этот, ну, как, наращивание ногти, да? Наращивание, абсолютно. И у меня до сих пор мурашки по коже, оказывается, его спиливают чуть ли не под корень. Да. Ну, может, раньше так делали, сейчас уже нет. Если тоже немножко вообще, когда это было придумано и изобретено, придумал эту жуткую процедуру зубной врач. Ну, так это... Материал. Ему и карты в руки, конечно. То есть, у его жены были проблемы с ноготками, они не росли и были какой-то некрасивой формы. Он подошел к этому вопросу глобально, замесил, так сказать, материал, который позволил при нанесении придавать форму ногтю и долго, так сказать... Я представляю, что у него потом начались проблемы с зубами, и он делал с ними то же самое. Он стачивал их под корень, потом месил. Боже мой, какой ужас. Милые девушки, я сейчас к вам обращаюсь, прежде всего, боже мой. Чего же вы только не терпите ради того, чтобы нам понравиться. Мы вас, конечно, любим, но это я не в результате, в частности, не в качестве завершения программы, а так просто, от сердца у меня сейчас. Продолжай, пожалуйста. Итак, мы отвечаем на вопрос Кати по поводу советов по уходу за ногтями. Ну, первое, я сказала, маслица. Второе, безусловно, использование крема. Для рук. Для рук и для ног. И для ног в особенности, потому что, когда сейчас начался отопительный сезон, когда мы ходим по песку в летний период, то буквально каждый день через не хочу, через не могу, через напоминалку на телефоне нужно пользоваться питательными кремами. Питательными – это чтобы восстанавливать кожицу, да, исключительно? Да, питать и восстанавливать, потому что сухость – это вторая популярность и проблема. Дальше больше, поэтому лучше предупреждать, чем запускать. Чем бороться потом. Да, 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 да. И обращаться к каким-то… Специалистам. Специалистам. Хорошо, спасибо, Ань. Давай вот о чем сейчас поговорим. Тем более вопросы и с этой точки зрения к тебе уже есть. Я заранее прошу прощения, может быть, это тебе не очень приятно слышать, но по факту ты же бизнес-вумен, да? Ну да, человек, который посвящает своей работе очень много времени. Вот, а помимо этого, расскажи, да, у тебя большая семья. Да. Включая… Включая, ну, расскажи. Ну да, включая детей, собак, кошек, вот, и большое количество приятных людей, с которыми, общение с которыми украшает мою жизнь. Ну так вот эта проблема, да, ты… Как часто ты семью-то видишь? Ну, достаточно часто, потому что для меня никогда не было проблемы, то есть, как бы, уделять либо работе, либо детям, ну, как бы, выбирать или делать выбор в пользу того или иного. Ну, вот, кстати, я почему эту тему затронул, Анастасия сформулировала так вот забавно. То есть, предполагается какой-то другой ответ, я не знаю. Вопрос так звучит. Хотели бы вы проводить времени больше с семьей, чем на работе, спрашивает Анастасия. Вот, и я, да, с ужасом готовлю. Сейчас Аня скажет, нет, конечно, зачем мне себя, я лучше на работе, поработаю. Нет, ну, безусловно, все мы ждем отпусков, ждем совместных поездок, выходных, всех приятностей, которые связаны у нас с домашними, с любимыми, близкими нам людьми. Вот, но мне кажется, я нахожу некий баланс для себя лично между тем, сколько времени я уделяю работе и общению со своими близкими. Конечно же, возникает иногда и тихая грусть, и некий какой-то внутренний комплекс, что можно было бы дать больше своим детям. Но мне кажется, это время такое, это общий такой тренд. Ну да, я думаю, что ничего. Их сразу делаем, вот нет. Нет, как говорят в таких случаях, такая жизнь. Не мы такие, жизнь такая. Хорошо, давай вернемся к бизнесу. И традиционный вопрос у меня по поводу конкуренции. Насколько конкурентный этот рынок, ну, как ты себя ощущаешь, да? Интересный вопрос. Конкуренция с каждым годом растет. С интересом отслеживаю наших конкурентов, уважаю каждого. Но мне кажется, даже на фоне растущей конкуренции, мы все равно все разные. То есть у нас разные внутри ценности, философия бизнеса, фишки так называемые. И не знаю, нужно ли сейчас как бы выделять кого-то и говорить именно поименно, про наших конкурентов. Да и не стоит, конечно. Но мы все делаем, одно общее дело, уход за руками и за ногами. Миссию. Миссию, да, да, да. Вот совместно растим этот рынок, рынок растет. И пока я не вижу глобальной проблемы с точки зрения роста конкуренции. Вот я знаю прекрасно, я думаю, может быть, в вашей сфере это тоже актуально, что есть, ну, давай так, традиционным сленгом будем пользоваться, есть игроки, да, которые пришли на рынок всерьез и надолго, что называется. Я так подозреваю, как раз и твоя компания в том числе. А есть, ну, не фирма, а однодневки, да, как тоже принято говорить, а есть некие такие легкие порхающие. Дай-ка я попробую, да, говорит кто-то. И очень часто именно эти, так сказать, сомневающиеся еще, да, в правдивости своих позиций люди демпингуют, сбивают цены. Ну, да. Есть такое у вас? Есть такое, есть такое. И вообще глобально на рынке красоты, на рынке красивого бизнеса. К сожалению, когда мы рассматриваем помещение для открытия того или иного салона, риелторы говорят о том, что самый часто открывающийся и закрывающийся проект это салон красоты. Серьезно? Абсолютно. А почему? С одной стороны, на... Давай так, почему он самый часто открывающийся? Ну, потому что очень... То есть его проще всего открыть, я так понимаю. Очень много девочек, которые хотят заниматься красивым бизнесом. У девочек есть мальчики, у мальчиков есть деньги. А, ну, хотя, да, да, вот с этой точки зрения. То есть, да, если девочка решила заняться бизнесом, скучно ей дома сидеть, то, естественно, в первую очередь в голову придет... Салон красоты. Соответственно, дальше возникают суровые будни, реалии, и отсюда наверняка часто из-за... То есть то, что красиво, не всегда так просто, да, не всегда так романтично выглядит. Да, потому что это услуга. Это услуга, это атмосфера, это концепция, это люди. И отсюда возникает частые закрытия. Но, тем не менее, вот именно физически, да, юридически, не так сложно открыть салон красоты, я правильно понимаю? Ну, если этим занимаешься четыре года, то да. Не-не, ну ты-то уже понакатанно. Я имею в виду, в принципе, вот человек, который сейчас нас слушает, говорит, ты так его, значит, заинтересовала своими рассказами аппетитными, что он говорит, надо тоже попробовать. Пошел, зарегистрировал, да, что там, ИП. Да, снял помещение. Да, помещение, причем помещение-то так себе, да, небольшое. Пару комнаток. Да. Да, посадил туда. Позвал персонал, так сказать, и все у него вроде бы понеслось. Вы знаете, вот не могу не упомянуть очень смешную историю. Мы в этом году начали франчайзинговые деятельности. И пришли ко мне два прекрасных, приятных молодых человека. И, видимо, настолько я их впечатлила рассказом про нашу франшизу. Да ты умеешь, я тебе хочу сказать. Что они ушли, не купив нашу франшизу, но при этом через три месяца позвонили мне и сказали, Анна, мы открыли свой салон по вашей кальке. По вашей кальке? Да. Мы не купили ваш франчайзинговый, мы вас, ну, как бы чуть-чуть обманули, да, но, правда, другое название, другие там... Ну, это непорядочное, мне кажется. Но, они говорят, мы ничего не понимаем, мы ничего не можем. Помогите нам, пожалуйста. И что мы делаем? Ногусь какая. Что мы делаем? Мы просто встали в этом месте, нашим салоном, доказав тем молодым людям, доказав себе, что действительно имеет значение концепция, атмосфера, философия и все-все-все, что не так просто. То есть, я так понимаю, да, в случае с этими молодыми людьми, примерно такая история была. Они пришли, посмотрели, все так красиво, все работает, подумали о том, что мы-то такие молодые и горячие, неужели мы не затеем то же самое. Всего-то надо. Ну, и вот дальше, да. Зарегистрироваться, снять небольшое помещение, набрать там народы, у нас вроде есть знакомые, и вперед. Повесить вывеску, скопировать прайс-лист, поставить оборудование более-менее похоже, а чего-то не хватает. Да, забавно. Так, еще есть вопрос, ну и теперь барабанная дробь, это вопрос от Сергея. О, дождались. Дождались. Как вы продаете дополнительные услуги, спрашивает Сергей, и дальше, ну, я так понимаю, он расшифровывает свой вопрос. Жене обычно очень навязчиво предлагают разные крема и дополнительные услуги. Это очень раздражает, ну, я так понимаю, Сергея прежде всего. Ну, обычно как, да, жене навязывают, а Сергея это раздражает, потому что, в конце концов, мы пришли сюда просто постричься. Что вы пристали к нам? Я, кстати, был однажды свидетелем именно такого мероприятия, ну, девочка с мальчиком. Причем девочка пришла действительно что-то с волосами сделать, ну, а там ей начали вот, она такая сидит, прям вот, одуванчик, одуванчик. И, естественно, все соглашается, потому что ей предложили там маникюрчик, педикюрчик, массажик и что-то еще. И вокруг нее вот так вот кругами просто наяривает этот ее кавалер. Мы же не договаривались, мы же этого все... Причем он не в ее адрес это все исполняет, а в адрес. Забавно. Ну, так вот, сейчас я закончу, прочту до конца. Это очень раздражает. Пишет Сергея, делал маникюр и педикюр перед своей свадьбой. Мне понравилось, но больше не делал. Да. Времени мало, мы сейчас опять на новости пойдем. И я вспоминаю классика. Да, есть такая замечательная... Такое произведение у Зощенко называется «Свадьба». И вот там один из героев говорил. Я, может быть, заранее готовился к свадьбе. Я, может быть, за полгода сходил в парикмахерскую, в баню. Понравилось. Но больше не нравится. Да. Сейчас слушаем новости, потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья, продолжаем разговор. Сегодня в гостях Анна Орел, операционный директор сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики». Ну и мы обсуждаем, как обстоят дела в ногтевом сервисе в России. Значит, давай все же ответим вопрос Сергею. Кстати, он уже прислал еще один вопрос, стал активным участником нашего разговора. Итак, собственно, идея продажи дополнительных услуг, действительно, это выглядит иногда очень навязчиво. Я согласна абсолютно с Сергеем, замечательный вопрос, спасибо. Расскажу про наш подход и почему я с ними не согласна. Давай так, мы будем называть все, что связано с вашим подходом, правильным подходом. Давай, как надо правильно делать? Правильно не перегружать гостя, не навязывать. Можно рассказывать, можно предлагать, можно советовать. Ключевой момент, не навязывать, это не должно выглядеть как бы. И абсолютно каждый наш сотрудник, наш мастер, он в философии вот этого подхода. Почему? Потому что у нас есть даже такая история, как причек. И когда мы придумывали его, это как некая тема ресторанная, благодаря нашим акционерам. То есть у них, видимо, еще и ресторанный бизнес. Да, проговорил. Но в любом случае, да, глобально по подходу они очень многие правильные вещи нам протранслировали, а мы их реализовали. Так вот, про причек, что это такое? Когда гость приходит на процедуру, каждый мастер заполняет причек, выбирая ту услугу, которую будет делать, и проговаривая стоимость услуги. Зачем? В первую очередь для гостя, чтобы гость понимал, сколько у него есть средств в кошельке, сколько он должен заплатить, потому что по подходу, по философии у нас все включено. То есть абсолютно все. Цена едина и окончательная. Я немножко не понимаю. Гость приходит к вам решать вполне конкретные задачи, и он знает, у него в прайсе уже написано, это стоит столько-то. Но тем не менее на рынке наших красивых услуг вообще глобально существует такой неправильный подход. Я прихожу за 300 рублей, допустим, везде эта цифра фигурирует, а потом мне нахлобучивают еще 300 рублей сверху. А за что? Снятие лака, покрытие лаком, покрытие сушкой, капелькой сушки, еще, еще, еще что-то. И суммарно выходит порой даже больше заявлено. Это подстава такая. Абсолютно. И вот продолжая тема вопроса Сергея, мы с этим боремся. Мы принципиально честны перед гостем. И стандарт в сети проговаривать, сколько стоит та или иная услуга. Это про нас, про подход. Я очень надеюсь, что Сергей попал не к нам, и я его приглашаю к нам в салоны, так как услуга маникюра ему понравилась. Так, ну ладно, ладно, пошла реклама уже сейчас. Давай адрес, телефон сообщи ему. Значит, смотри, тот же Сергей говорит. Попробовал процедуру чистки лица. Понравилось. Пойду еще. Спасибо. Повеселили меня, пишет Сергей. Ну, я надеюсь, повеселили его во время чистки лица все-таки. Не во время прослушивания нашего эфира, хотя и здесь тоже вполне может быть. Ну, а чистки лица, наверное, мы не будем. Немножко не твоя тема. Да, не нашим. Но в любом случае, Сергей, оперирую я к вам, как представитель, ну, сильный, не сильный, ну, той еще половины человечества. Следить за собой нужно. Нужно делать это желательно регулярно, не только до и после свадьбы. Но и в процессе семейной жизни. Да, 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 с какой-то более регулярной периодичностью. Ну, и по поводу чистки лица так. Так, значит, смотри. Нам с тобой нужно еще времени не так много обсудить. Это опять традиционные вещи. Ну, в частности, мы говорим о перспективах развития этого бизнеса в целом. Я понимаю, конечно, о себе ты можешь рассказать. Ну, читаю я в твоих глазах о том, что вы смотрите с оптимизмом вдаль, что вы будете расширять сеть, что тем более есть у вас предложение франшизы. Все это хорошо, и дай бог, что у вас все это срослось. А как, на твой взгляд, в ближайшее время будет, ну, или в среднесрочной перспективе вообще, эта услуга востребована на российском рынке, тем более, и опять это важно, мы говорим о сфере услуг. А когда, ну, в результате неких глобальных экономических событий, да, простой обыватель вынужден сокращать свой бюджет, он, естественно, прежде всего, да, будет сокращать его вот отсюда будет заходить. Ну, естественно, он не будет ограничивать сразу же в питании, но он скажет, ладно, раньше я делал два раза в месяц маникюр, теперь буду раз в полгода, ну, или еще что-нибудь, вот с этой точки зрения. Понимая, о чем вы говорите, предполагаю, там, развитие событий, да, определенного рода ожидания, там, кризис и так далее, что с этим связано, от себя могу сказать следующее, когда я начинала заниматься салонной индустрией ногтевой, это было как раз время кризиса 2008 год, и как ни странно, да, и как ни странно это прозвучит сегодня, кризис помог нашей сети и помог нам стать теми, кем мы стали. Ну, это вообще, не, вот, извини, опять перебью тебя, вообще это звучит иногда очень убедительно, потому что все те, кто сейчас занимаются бизнесом и чувствуют себя неплохо, начинавшие до кризиса, естественно, они прошли просто через жернова, понимаешь, потому что действительно, вот, в какой-то момент, там, осень 8-го, начало 9-го, да, очень часто прям стоял вопрос остро, да, либо мы остаемся, либо мы уходим, то есть такая вот проверка на все, что угодно, и те, кто преодолел этот рубеж, конечно, сейчас могут. Ну, да, да, вот я могу сказать, что мы все-таки прошли этот рубеж, мы были подготовлены, в тот момент задача была там выйти в ноль, мы открывались в кризис, и когда поставщики нам привозили оборудование, говорили, ребята, салоны закрываются, а вы открываетесь, это вообще как? А мы получили тех благодарных гостей, которые действительно считают деньги, которые не могли уже делать маникюр за 3-5 тысяч, но они пришли и открыли для себя тот формат, цена, качество, время, да, то есть тот некий демократический сегмент, на котором мы находимся все эти годы. Кстати, смотри, вот поиск этого нового формата, он во многом тоже был обусловлен, да, что мы оказываем в новых экономических реалиях, нужно было что-то, как-то, что-то придумывать, да? Ну, в нашем случае это совпало, вот, и совпало отлично, потому что мы получили всех тех гостей, которые сменили дорогие павстные салоны на сети более демократического класса. Их это не особенно смущало, да, потому что главное, опять, не понты пресловутые. Не понты, а цена, качество, время, еще одна наша формула. И про куда, да, то есть в целом вопрос, в целом куда, перспективы, я думаю, что рынок не, все равно еще не насыщен, не пересыщен, потому что какое количество, в общем, есть и спальных, и замечательных районов. А если мы говорим про Московскую область, а если мы говорим про регионы... Кстати, вы говорите про Московскую область? Говорим, мы говорим про Московскую область. У нас открывается в конце декабря салон в городе Железнодорожном. И мне кажется, там это будет просто бомба. Почему? Какая проблема в Московской области? Невозможно с подружкой, с дочкой или там с какой-то компанией девчат прийти на услугу в любой салон, существующий в области, и сделать одномоментно, я имею в виду за час-за два, всем маникюр. Там есть один мастер, традиционно, у которого выходные запись полная. Только маникюрышь, я был готов, да? Чтобы ручки-ножки сделать в одном моменте. Я про это вообще молчу. То есть там... Ну, у вас непаханые пули, я тебе хочу сказать. Да? Конечно, конечно. А, кстати, с чем это связано там? Там другая культура? Культура. Культура. Причем девочки и мальчики готовы. Гости готовы. А рынок еще немножко вот такой вот домашний, где-то кабинетный. И рассуждают так, да? Ну, хватит вам, хватит. Вот два пальца сделали и хватит. Еще ноги вам, идите уже. Да еще чай-кофе, да вообще. Мы открывали в Брянске в этом году франчайзинговый, правда, салон. Но мы в восторге от результата и в восторге от того, как откликнулись люди, жители Брянска на наш формат. То есть именно вот с точки зрения потребителей, люди хотят этого, да? Это востребовано. Готовы. Это нужно предлагать. Да. По поводу вот ниш для открытия бизнеса, я правильно, да, как бы подразумеваю твой ответ на этот вопрос. Они существуют. Да. Тем более, ты говорил чуть раньше, что, в принципе, это не такой затратный бизнес, да? Это интересный бизнес, несмотря на то, что он красивый, он действительно бизнес. А давай так, средний, ну, наверное, стоит вспомнить, да, опять времена, когда вы только что начинали, средний срок окупаемости. Ну, я могу четко абсолютно сказать, почему, потому что у нас есть абсолютно выверенные франчайзинговые предложения. Мы открыли четыре франчайзинговых салона, и все эти салоны, они, ну, как бы идут в разрезе того, как они должны были развиваться. Инвестиции для Московской области максимум вложений 2 миллиона, то есть до 2 миллионов. Ну, это такой средний. Абсолютно, средний. Ну, как бы не маленький-маленький, не крошечный, да? Это такой приличный салон. И период окупаемости 16-18 месяцев. То есть на второй год, да, на второй год можно говорить. Ну, это вполне рентабельно, я думаю. Многие сейчас заинтересуются, будут готовы. Да, что вопросы, которые будут адресовать нам, я буду тебе, естественно, переадресовывать. И последний вопрос, кто преимущественно клиент именно, ну, давай так, вашей сети салонов, все-таки она специфична. Ну, все-таки девочки-женщины-женщины, да. Ну, понятно, что это девочки-женщины. Вы имеете в виду возрастная категория? Возрастная, социальная, может быть, есть какая-то градация здесь, да. Ну, самая активная группа, это средний класс, это понятно. У нас нет среднего класса. Нету, уже нету. Нет, теперь опять он появился, если ты о нем заговорила. Мне казалось, что его нет. Ну, менеджеры там... Ну, не топовые, да, как говорят, среднего звена. Ну, и топовые есть, что это радует, да. То есть абсолютно такая, как бы, картинка немножко даже размытая. Понятно, возрастная категория активная в большинстве своем 25-40-45, да, вот как бы тот костяк наших постоянных гостей. Вот, но они приводят своих мам, своих дочек, и, я думаю, что... И ширится, и ширится армия. Да, 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 да. Аня, у нас заканчивается время, я благодарю тебя. Огромное тебе спасибо. Уважаемые слушатели, Анна Орел, операционная директора сети салонов маникюра «Пальчики». И повторю еще раз, да, вот эту главную идею культура регулярного ухода за собой. Следите за собой, любите себя, всего хорошего. Спасибо, Олег.